Возможно, вы помните, как в предыдущем ролике про Дренор я говорил про состояние полураспада гильдии. Да и, как вы поняли, обстановка не очень, учитывая, что роликов по Дренору не было относительно долго. В двух словах, я из-за одного инцидента сгорел от игроков и почти полностью бросил Дренор, и лишь изредка заходя на него. На этом, я думал, моя басня с Дренором полностью и целиком закончена. Онлайн в гильдии со средних 50-60 упал до 20-30, и это менее чем через неделю. Порой, читая комментарии под роликом, вы явно сможете заметить сегильдейцев, которые что-то пишут. ГМ о гильдии я передал другому человеку, который чуть лучше шарит в ведении гильдии, а на своего преста я захожу раз в полдня, а то и реже. Увы, печально все это, но и у меня была на это своя причина. Уж я не ожидал, что на меня свалится в один момент столько обязанностей в виде существования гильдии. Опыт ведения, который у меня минимальный, и ограничивался лишь гильдией-однодневкой в Пандарии. Тут же, гильдия с количеством более 500 участников и средним онлайнов 50 тел. Так что, вывод делайте сами, как рукожопа я справлялся со своими обязанностями. Закончена ли судьба гильдии на этом? Трудно ответить. На момент, когда я окончательно сгорел из-за одного инцидента, состояние было в полураспаде. Но, я таки не ответил на заданный мною же вопрос. Судьба гильдии и онлайна на нем закончена? Нет. И один человек по имени Андет Паладин вернул сию веру в это дополнение. Он был не единственным, кто вытащил меня из пучины бездны, но стал одной из причин. Уж теперь меня не будет волновать кто, как, сколько, какой он лент в гильдии и прочие игровые моменты. Теперь я играю в свое удовольствие, и больше тратить свои нервы я не намерен. Что конкретно вынудило меня вернуться? Во-первых, увы и кто бы что ни говорил, но большая часть игроков пришла, чтобы играть на Дернор, и когда они видят, что уходит контентмейкер, сами понимаете, какую реакцию они получают. По итогу, просто-напросто забрасывая играть. И, соответственно, спрашиваются, а на какой хрен они скачивали игру? Материала, чтобы сделать ролик, пройти все дополнения более чем достаточно, тем более, закрыть полностью сап при всем желании я не смогу. По банальной причине, оно тут не работает. Так что, я надеюсь, я избавился навсегда от вопросов, как долго я тут буду играть. Пока не настрой игроков на нормальную игру, когда я вижу, что гильдия существует нормально, есть статики, народ играет в БГ и прочее, и тем более, меня более ничего не будет держать здесь, то я смогу смело покинуть сервер, если я этого пожелаю. Но, а причины я писал выше, думаю, они целиком справедливы. Ну и второе, это твинка БГ. Появилась тема за 20 твинка БГ, я думаю, объяснять, что это такое не стоит. Достаточно знать, что это довольно весело. Арену мы затестили, она работает. БГ нет, так как надо минимум 20 тел, а сами понимаете, сделать это с нуля крайне трудно. Мы решили регать ее на 10 уровне, так как это вот совершенно не требует времени. На сервере, X5, апнуть 10 уровень не составляет никакого труда. Возможно, позже будут рамки 19, левел 29 и так далее, но пока мы будем тестить работоспособность БГ на 10 уровне. Ну а сами понимаете, для этого нужен народ. По сути, если скачать урезанный лаунчер Дренора и кашнуться, то все это в сумме с учетом прокачки и скачки лаунчера, это минут 25. А если это условные хуманы, тролли или ороки, то и вовсе минут 15-20, не больше. Окей, кому интересен подобный движ, милости просим к нашему шалашу, если нет и интересен контент конкретно Дренора, ответ тот же самый. Чтобы вступить в гильдию, пишите в поиске TwinBG либо Rise of the Drenor. Там отписывайте любому игроку и он добавит вас в гильдию. Первый вариант это TwinG гильдия, второй это PvP слэш PvE на хайлевеле. Тем более я думаю, что регнуть БГ на хайлевеле будет порой интереснее, нежели на TwinG БГ. Если все же решите заняться TwinG БГ, то у нас есть баны на хантов и престолов. Первый, ибо со своим дамагом они автоатакой всех шотят. Вторых, невозможно убить, особенно если это ДЦ Прист. Когда вы качнитесь до 10 уровня, вам надо будет стопнуть опыт. Делается это вот у этих товарищей за 10 золотых. Кому надо или тот, кто не успеет на них накопить на Х5, возьмите их из гильдбанка. Ну что ж, ну а по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр, удачи!